В Казахстане могут ввести новые требования для очередников. Если кандидат уже пользовался господдержкой, например, арендовал квартиру без права выкупа или оформил льготу ипотеки, то встать в очередь на жилье больше не получится. Отбасы банк будет принимать заявки онлайн через информационную систему «Центр обеспечения жильем». Сейчас платформа на стадии разработки. Ведется интеграция с государственными базами данных. Это облегчит процесс подачи заявлений, так как брать справки в различных инстанциях больше не нужно. При подаче заявки система автоматически проверит гражданство заявителя, семейное положение, наличие прописки и собственной квартиры. Помимо этого, сразу же определит, на какое жилье может рассчитывать очередник. Это зависит от его доходов. Если ежемесячные поступления семьи не превышают один прожиточный минимум, то есть 43 тысячи тенге, им предложат субсидированные аренды. Если сумма выше, то можно будет оформить льготный кредит. Сборка атомного реактора на первом энергоблоке атомной электростанции «Рупур» завершилась в Бангладеш. Эта страна – один из кандидатов на вступление в БРИКС. Конструкцию на территории атомной станции смонтировали специалисты «Росатома». Внутри корпуса реактора установили механические системы, блок защитных труб и датчики для различных измерений. Следующий этап работ – это проведение гидравлических испытаний для проверки оборудования. Межправительственное соглашение между Россией и Бангладеш о строительстве АЭС «Рупур» заключено в ноябре 2011 года, а в 2017 началось ее строительство. Обеспечить возможность добраться из Минска в города-спутники в течение часа поручил Александр Лукашенко. Президент Белоруссии провел совещание по вопросам развития транспортной инфраструктуры. За последние пять лет финансирование строительства и ремонта магистрали в стране увеличили более чем в два раза. В этом году на эти цели уже потратили 2,5 миллиарда белорусских рублей – это 365 миллиардов тенге. Вопрос качества дорог белорусский лидер назвал наиважнейшим, особенно тех, что связывают крупные и малые города. Это поможет решить проблему перенаселения столицы и областных центров. Глава государства предложил расширить программу «Дороги Белоруссии», а также рассказал о совместных с Россией планах по строительству скоростной магистрали из Москвы до Бреста. Надо подумать о строительстве более скоростных, независимых от автомобильных дорог, участках. Надо создавать нормальное, не только автомобильное, но и железнодорожное, и прочее сообщение. Знаю, что и струнный транспорт разрабатывается. Много разработок в мире уже есть, хорошие примеры. Поэтому в этом направлении нам надо двигаться. Развитие горного туризма и кадровый дефицит в туристической отрасли обсудили на форуме Travel Hub Содружество 2024 в Душанбе. Его организаторы – Межпарламентская ассамблея СНГ и Комитет по развитию туризма при правительстве Таджикистана. Основная цель проекта – это увеличить туристический поток в страны-содружества. Форум проходит уже в четвертый раз. В этом году он впервые состоялся в новом выездном формате. Раньше все мероприятия принимал Таврический сад Санкт-Петербурга. Работаем над улучшением условий и созданием условий вокруг этих памятников, чтобы привлечь большего количества туристов. На сегодняшний день Межпарламентская ассамблея делает все возможное, чтобы не только облегчать законодательную работу наших парламентов в наших странах, но и делает ближе наши народы. Мы узнаем наши страны, мы знакомимся с культурой, с традициями, с архитектурой, с историей наших стран, с гастрономическими особенностями. Тысячи человек на севере Италии не могут вернуться в свои дома после наводнения. Проливные дожди, которые обрушились на страну, привели к эвакуации сразу в нескольких регионах. В области Эмилия Романия после выхода рек из берегов сошли сильнейшие оползни. Критическая ситуация сложилась в 13 населенных пунктах региона. Вода затопила поля и дороги в сельской местности. Серьезно пострадали также Тоскана и Сицилия, где местные власти отдали приказ об эвакуации жителей домов, которые расположены вблизи водных путей.